Ребенок Екатерины Колесник звездный. Он еще не родился, а уже попал на телеэкран. Малыш прошел первое медицинское обследование в новом отделении при натальной диагностике. Пришел сюда для того, чтобы посмотреть, все ли нормально стоим ребенком, что все хорошо. Поэтому на какие-то мелочи внимания не обращаешь. Да, мне кажется, все нормально, удобно. Вполне очереди нет. Здание роддома было отстроено практически заново. На его капитальный ремонт и покупку современного оборудования ушло порядка 42 миллионов рублей из бюджетов всех уровней. Международное отделение при натальной диагностике оснащено аппаратом УЗИ экспертного класса. Оно позволяет видеть очень тонкую патологию на ранних сроках. И биохимическим анализатором, который позволяет определять враждебные пороки развития плода при сдаче анализа в крови в 10 и 14 недель. В этом же здании разместилась и женская консультация. Здесь для пациенток работают также юрист, соцработник и психолог. Будущим мамам дают послушать биение сердца малыша. Индивидуально мы кладем пациентку на кушетку, прикладываем ей к животу этот датчик. Она может сама одеть наушники, если чуть-чуть себе не обладает. Еще одно новшество – клиника одного дня с комнатами отдыха и буфетом для пациенток из районов. Тут они смогут спокойно дождаться результатов обследования, а вечером поехать домой. Число родов в области год от года растет. И у нас на сегодняшний день сохраняется прирост в прошлом году где-то 800 случаев родов. Понятно, что тут проблема детских садиков возникает. Но мы имеем в этом году, дерево нет, постучать по нему возможность выйти на естественный прирост впервые за 20 с лишним лет. Роддом номер один оказывает специализированную помощь не только женщинам Орджоникидзовского района Магнитогорска, но и прилегающих сельских территорий. Скоро в городе Металургов после ремонта откроется и второй роддом. Он также вошел в программу модернизации здравоохранения области.